23 сегодня. Мы дошли до 23 идеи, которую нужно помнить. Пусть всегда помнит, говорит автор книги, о величии Всевышнего. И обдумывает, как создан мир в малом и великом. То есть нужно обдумывать, ходить надо в планетарии. В планетарии нужно ходить, потому что нужно думать, как устроены звездные орбиты, солнце, луна, звезды. Почему идет дождь, и дует ветер. И многое подобное тому, чему нет числа. То есть чудеса Вселенной. Значит, смысл в чем? В книге это написано тысячу лет назад. И он говорит, что смотри, вот человек очень удивляется, когда происходит затмение солнечное. Но когда он просто видит солнце, которое идет по небу с востока на запад, он не удивляется. Но говорит, это же удивительно, как этот мир устроен. То есть как только ты всматриваешься в любое творение Всевышнего, цветок, животное, насекомое, солнце, ветер. То есть когда ты вдумываешься в творение, ты понимаешь величие Творца. И очень интересная такая вещь. Он здесь приводит из псалмов царя Давида, что царь Давид в 139-м псалме он говорил, удивительные деяния твои, Творец. Душа моя знает это вполне. То есть на уровне души человек соединен с Богом. И конечно в духовном мире все понятно, как работает. Но в этом мире мы удивляемся, как же так Всевышний сделал. Один из способов восхищаться Творцом, это восхищаться Его творением. Чтобы была рифа ашлома всем, кто нуждается в выздоровлении. Чтобы было выздоровление всем, кто нуждается, добрым, хорошим людям нуждается в выздоровлении. Чтобы Всевышний дал здоровье. И чтобы нам дало возможность и правильный подход к жизни своей. Чтобы мы удостоились чудес от Всевышнего. И чтобы Всевышний, то есть когда мы идем под комнатой жизненного пути, чтобы мы были достойны того, чтобы Всевышний делал чудеса. Или вообще, чтобы все было правильно. Чтобы все правильно работало. Но оно и так все правильно работает. Мир работает, нам просто нужно перейти на какой-то более глубокий уровень взаимодействия со Всевышним. И есть исцеление, есть исцеление чудеса вокруг. Понимаете, надо только открыть глаза, посмотреть. У меня есть одна женщина, вот как раз она в Академии счастья. Она вот недавно написала. Мне врачи говорили, что детей не будет. Она сделала каких-то сорок эко, какие-то проколы. Ну, в общем, искусственное оплодотворение. И говорили, даже так не будет. Но у нее родился потом ребенок. Она говорит, я все время шла вот прямо до конца. И тут надо верить и делать максимум. Как Любович Теребе говорил по вопросам. Почитайте, вот письма Любович Теребе, что он советовал в случаях болезни. У него были прям по каждому, ну, множество. Есть такая книга, мы изучаем эту книгу, его советы «Путь к богатству», письма Любович Теребе. А есть письма Любович Теребе «Путь к здоровью». Вот у Якова Шатагина есть эта книга. «Путь к здоровью, выздоровлению». И там есть его ответы на все вопросы, связанные со здоровьем. Очень советую, рекомендую, потому что он был величайший человек, который за жизнь ответил 40 тысяч. У него есть ответы людям, которым мы задавали вопросы. А он знал всю Тору, он был очень близкий ко Всевышнему, он был великий праведник и сохранились. Главное, не только он, было много праведников и великих раввинов, но его ответы людям, они сохранились очень четко в его письмах. И можно найти там ответ на любой практический вопрос. Значит, 23-е «Помнить о величии Всевышнего, от Творца наблюдая за его творением и восхищаясь его творением». 24-й совет. «Пусть помнит и думает, что Близорутий не может разглядеть тонкую резьбу на золотой и серебряной посуде». Оценить красоту предмета может только человек, который глубоко-глубоко изучает этот предмет. И он говорит, вот человек, например, изучал Тору в детстве, ему кажется, что он все понимает. Но он говорит, это совсем не так. Чем более у тебя зрелый и глубокий разум, тем лучше ты понимаешь те же самые вещи, ты можешь понять вглубь и вширь и так далее. И он говорит, начни обдумывать свои знания, и тогда ты поймешь больше, больше разглядишь и поймешь суть вещей. И вот тут я прямо поставил три возрезательных знака, прекрасный совет. И постоянно спрашивая любого о том, что не знаешь. Как сказано в псалмах Давида, царь Давид говорил, «От всех учившихся меня прибавилась у меня мудрости». Миколь, Милан, да и скалки, говорил царь Давид. То есть не знаешь что-то, спроси. Не будь одним, который я все знаю. Потому что говорил царь Салмон, он говорит, говорил он так, «Видал ли ты человека мудрого в глазах своих? Если ты видел человека мудрого в глазах своих, у глупца больше надежды, чем у него». То есть тот человек, который думает, что он знает, это самый безнадежный случай. То есть у него, значит, он уже закрыт, он все, я уже знаю. А вы знаете такую вещь интересную, что факты, они не нуждаются в объяснении. То есть факт, он для всех идентичный. Факт, например, что вот эта вот ручка серая, это факт. Ну, например, это не нуждается в объяснении. А вот все, что нуждается в разъяснении, это уже не факт. Поэтому человек не может сказать, что я знаю объективно, абсолютно что-то, что не знаю другие. То есть то, что факт, это факт, он для всех одинаковый. Поэтому, если человек это осознает, он понимает, что живет в мире предположений, теорий, объяснений, субъективной реальности, то он никогда не скажет, «Я знаю». Он не будет даже доказывать никому. Он просто скажет, у меня вот такой ракурс, я вижу вот с этого ракурса. А давай посмотрим с твоего ракурса, давай посмотрим с ракурса вот этого человека. То есть мы понимаем, что любое знание, оно не объективно, это раз. Если оно объективно, это факты, то оно известно всем. Теперь, а если это не факты, и с этим спорят, тогда интересно узнать, как говорит нам пертьявод, Тора нам говорит, что «марбейца, тот, кто много советуется, марбе твуна, он умножает понимание». Именно используется слово «твуна», это у тебя дополняется картина мира. Это сказал, вот это «я знаю, что я ничего не знаю». Красивое выражение, да, но Тора нам дает большую глубину, мне кажется. «Я знаю, что я ничего не знаю», это хорошая идея, да. Но дальше, что с этой идеей делай, непонятно. Тора нам говорит, смотри, узнавай. Это только исходная предпосылка, это точка, с которой начинается, да, что «я знаю, что я не знаю», это дает возможность тебе узнавать. Тора говорит, много советуется, умножает понимание. Твуна, то есть понимание с разных сторон. Не делай то, что тебе советуют. Но ты, когда ты узнаешь разные точки зрения, то тогда у тебя появляется такая 3D-модель. Очень хороший совет этот, помнить о том, что умный человек, он интересуется, он узнает, он исследует. Вот смотрите, мне очень, как-то я разговаривал с одним человеком, вот было такое, один человек решил посоветоваться со мной и с другим человеком. Вот мы вместе втроем сидели. Этот человек рассказал свою ситуацию. Я в ответ, то есть я обучаю коучей, что ты не можешь никакие давать советы, пока не провел диагностику глубже. Я говорю этому человеку, а что тебе посоветовали другие, с тем ты советовался? То есть мне интересно, я же не знаю тоже, он рассказал там 3 разных совета, которые ему до этого, как люди описали его ситуацию. Я говорю, вот это интересно, значит, то, что они посоветовали. И действительно все эти ракурсы существуют. Я бы лично учитывал все эти советы, которые тебе дали. Взял бы, попробовал по каждому из них там кое-что сделать, да? И в этом и есть мой совет, что учитывать все советы и пробовать делать, и смотреть, где получится. Это был мой совет. Второй человек, который давал совет, он пошел совсем другим путем. Он сказал, что все, что тебе посоветовали другие, это чушь собачья. Он сразу, значит, начал спорить с тем, что дали совет. И надо делать только это. И он сказал какой-то один совет. Я говорю, смотри, я все равно остаюсь при своем, что надо делать все, что тебе посоветовали, по чуть-чуть и смотреть. Включая тот совет, который дал вот сейчас тебе второй человек, это тоже хороший совет. То есть, ну, никто не знает, что сработает в твоей ситуации. Попробуй, попробуй все советы. Отрицать проще всего, только от отрицания ничего ты не выиграешь. Ну, то есть, отрицание ничего тебе не дает. Если ты хочешь каких-то изменений, то тогда ты пробуй, пробуй, делай. Так попробовал, так попробовал, так попробовал, так, оп, где-то сработало. Но хотя бы ты попробовал. 25-й. 25-й ракурс, 25-й совет, что об этом нужно помнить каждый день. Напоминаю вам, что автор этой книги, он сказал, что вот эти 30 советов, 30 идей, которые он сейчас нам сообщает, их, эти советы нужно, он говорит, вспоминать как минимум два раза в день. Как минимум два раза в день их нужно вспоминать. И, значит, таким образом, ты их запомнишь уже по-настоящему. Они будут как выбиты на скрижалях твоего сердца. Да, есть такое выражение в торе, что советы, значит, слова тора, должны быть выбиты на скрижалях твоего сердца. А что значит выбиты на скрижалях твоего сердца? Это значит, что они настолько уже впечатаны в твое подсознание, что тебе не надо их вспоминать. Они сами, как пружины, выскативают твое мышление, и ты ими начинаешь пользоваться. Так вот, следующий он говорит совет. Помни о наслаждениях будущего мира, и пускай вот это воспоминание о наслаждениях будущего мира искоренит в тебе любовь к этому миру. Рассматривай этот мир как средство для будущего мира. То есть, в этом мире подготовься для мира грядущего. Я, еще раз, Тора нам говорит, что в этом мире душа приходит в этот мир, соединяется с телом, получает такой биоскафандр, получает интеллектуальный аппарат, это цехельный интеллект, в который загружаются знания, включая знания о боди, знания о торе, знания о заповедях, и дальше человек проходит этот жизненный путь как уровень компьютерной игры, и он в этом, на уровне компьютерной игры удостаивается сделать какие-то заповеди, поучить Тору, и он тем самым дает своей душе, то есть, дает подъемную силу своей личности, своему самоосознанию, своей виртуальной реальности, своему эго, вот в этом отличие Торы от буддизма, например, да, буддизм говорит, твое эго, вот это вот, твое выдуманное я, оно ничего не стоит, сотри его, его нет, чем больше тебя нет, тем вообще лучше для тебя, а Тора говорит, а смысл тогда, нету смысла ни в чем тогда, если стереть свое эго, убейся тогда, ударься головой об стену, нет, Тора говорит, эго это есть ты, только это эго, если ты его подчиняешь Богу, то ты соединяешь свое эго с Богом, и ты уходишь на следующий уровень, то есть Бог дал тебе душу, которая является таким светом, да, это как проявление Всевышнего в тебе, теперь, если ты берешь свое эго, и его с помощью заповедей и Торы соединяешь со своей душой, то когда тело физически отмирает, то тогда твое эго уходит в рай, а потом будет еще следующий уровень, который называется воскрешение из мертвых, и будет жизнь тех, кто удостоились, они получат уже вечные тела и будут здесь жить в вечном кайфе и значит радоваться свету Всевышнего, это как бы следующий уровень, который можно получить, да, в игре под названием жизнь, теперь верить в это, не верить, это первое условие перехода на следующий уровень, если ты не веришь, то ты в игру не играешь, до свидания, как многие люди не верили в биткоины, вот они не верили, я вчера разговаривал и там одни мои знакомые хорошие и они говорят, эх, говорят, нам вот сын наш говорил, у нас было столько денег, когда биткоин стоил там тысячу долларов и они говорили, ну, вложите там сто тысяч долларов хотя бы, для них это были в то время не деньги, вложите сто тысяч долларов биткоина, купите сто биткоинов, сейчас эти сто биткоинов стоили бы, шесть миллионов долларов у них было бы сейчас, да, из этих вот сто тысяч долларов у них было бы сейчас шесть миллионов даже, ну, семь даже было бы миллионов, И они мне вчера говорят, эх, не поверили мы нашему сыну, а он нам говорил, купите, родители, но есть же у вас деньги, но поверите, что биткоин будет стоить. А они говорят, мы не поверили. Точно так же человек, который не верит, что у него есть вечная жизнь, значит, до свидания, нету, нету у тебя биткоинов, не хочешь, не надо, то есть никто не заставляет. Это как раз Всевышний дал возможность, он хочет, он все равно будет тебе посылать там Ицхака, урок Торы, потом какая-то неприятность, потом где-то в самолете турбулентность, ты кричишь, Бог, спаси меня, пожалуйста, хочу спастись. То есть он будет тебе сигналы посылать все время, да, что послушай, ну это же логично, что не может вот весь этот мир закончиться, ничего не заканчивается. Везде есть следующий уровень, следующий уровень, следующий. Почему ты думаешь, что нету этого мира следующего уровня? И он здесь нам говорит, помни, помни, говорит, что этот мир это лишь средство для будущего мира и не променяй вечное свое наслаждение на временные какие-то, какие-то нарушения заповеди, потому что в принципе в этом мире удостоиться грядущего мира несложно. Изучение Торы, то, что мы занимаемся, эта личность привязывает к грядущему миру, то есть ты как бы веря, изучая, думая о том, как душа, грядущий мир, Бог, заповеди, как это все работает, ты уже даешь своему эго, своей личности, даешь вот эту вот подъемную силу, которая цепляется за твою душу и которая уже там, то есть ты при жизни, изучая, есть там пардес, рай, это, ну как бы, есть же знания, пророки передали знания, как там все работает, ты уже туда переходишь, когда ты, знаете как, это похоже на то, что человек изучает, например, вот он хочет поехать в какую-то страну, там, в Японию, например, да, он думает, эх, поеду я в Японию, а другой думает, да не, в жизни не поеду в Японию, ну, есть Япония, ну, как я в нее поеду, не поеду, второй говорит, а я поеду, я хочу, тот ему говорит, да у тебя денег нет, он говорит, появится, с Божьей помощью появится, но я же хочу в Японию, вот у меня есть мечта, я хочу, я пока в Ютьюбе посмотрю все про Японию, смотрит он в Ютьюбе про Японию, значит, фильмы смотрит, тут в каком-то ролике какой-нибудь блогер говорит, я разыгрываю поездку в Японию, значит, для того, чтобы поехать в Японию, нужно написать 100 комментариев, значит, и поделиться этим роликом там 100 раз, ну, все смотрят ролик, который, ролик уже смотрят только те, кто хочет в Японию, потому что, если человек не хочет в Японию, зачем ему смотреть ролик, теперь, ну, 100 раз написать комментарий, поделиться роликом, сможет только тот, кто сильно хочет в Японию, и тот, кто сильно хотел в Японию, и верил, что Всевышний ему может дать возможность поехать в Японию, он начинает писать комментарии, значит, пишет комментарии, делится роликом, И еще молится Всевышнего, чтобы выиграть И тут, значит, этот блогер говорит Выиграл, значит, поездку в Японию Ты верил, что ты поедешь в Японию Ты написал 100 комментариев Ты делился этим роликом На тебе, Юрий, билет в Японию Получай И друг его, стептик, говорит Ну, блин, вообще, конечно Ну, это какая-то подстава Не, я не верю Говорит друг стептик Потому что друг стептик, его натура такая Он поэтому и про Японию не мечтал И поэтому вот этот друг стептик И в вечном мире с Юрой не встретится Потому что про Роди Тору он говорил Да нет, ну чего этого, всего этого нету Нет, я не верю Ну, не веришь, не веришь, то есть это выбор Понятно, да, как работает Хорошо, 26-й совет 26-я идея, которую нужно помнить Значит, пишет он так, автор этой книги Взгляни на тех Взгляни на тех, кто исполняет царский приказ Как они боятся и страшатся царского наказания Помни же, что тем более следует страшиться наказание царя царей над царями Благословен он И поторопись, спешить к служению ему Значит, раньше, конечно, люди царя очень боялись Был царь, который был, там, Александр Македонский или Чендисхан Или кто еще был из царей Иван Грозный, который сына своего убил Представьте Прямо сын что-то не так Цари были дикие люди Дичайшие вообще Самые дикие То есть, чтобы стать царем, нужно было быть вообще Головорезом таким, ну, без страха и упрека И царь, он держал свою власть на страхе Поэтому он здесь пишет Он говорит, посмотри на царей, как царей боятся А как же, говорит, помни, что надо бояться царя царей Бога, который над всеми царями Царь, который управляет мирозданием Который царство снимает и убирает И тот же Александр Македонский, 30 лет Умер, ушел из этого мира и все Он говорит, бойся царя Люди скажут, скептите опять же Ну, что я буду Бога бояться? Ну, кто такой Бог мне, да? Так говорил фараон Кто это Бог, чтобы я его боялся? Вот Машарабейн так сказал Я все колдовство знаю, все Это фараон говорил, да? А когда какой-нибудь простой человек такой, да? Вообще, ну, то есть И он говорит, кто такой Бог? То ему, конечно, стоит побояться Бога Потому что Всевышний города разрушает Вдруг начинается война То человек, маленький человек, он вообще ничего не может То есть, если человек думает о себе, что Я что-то в этом мире могу Это большое заблуждение Вообще, величайшее заблуждение Потому что, вот мы сейчас видим Там, в России, например Я, честно вам скажу Я боюсь участвовать в политике Я боюсь Почему я боюсь? Потому что Политики, они страшные люди Со всех сторон И скажешь свое мнение Потом слово за слово Пошло, поехало Зачем? Потому что Реально, политики, они же такие Знаете как? Вот такие вот Вот я с самого начала говорил Будет мир Миром Война вот эта между Россией и Украиной Закончится миром Нет другого варианта Нет другого варианта Все войны заканчивались миром Теперь Значит, война Полмиллиона людей погибло Полмиллиона отцов Сыновей Братьев Сестер Детей Это же ужасно Это дико ужасно Когда полмиллиона людей Дибнут за то Что политики Они кричат Война до победного конца Потом стоп Остановили Все Мир Мир Решили мир Лучше мир А что же вы раньше не решили Что лучше мир? Понимаете? Вот это вот очень политика такая Очень сложное дело Но Я понимаю, что те люди Которые шлют на смерть Полмиллиона человек Для них С ними надо Или воевать И быть такими же, как они Или нужно быть дураком Потому что когда При всем моем уважении Навальный Сидел в Германии Его хотели убить Зачем ты едешь в Россию? Зачем ты садишься в тюрьму? То есть понятное дело Что тебя посадят И ты из тюрьмы И ты не выйдешь На что человек надеялся? Это очень странные люди Которые Которые Не боятся Царей этого мира Да Царей этого мира Люди беспринципные Все политики Правители Все беспринципные Да Теперь С ними С этими беспринципными людьми Которые меняют свои принципы Вот Чтобы долезть до власти Нужно быть беспринципным человеком Но тем более Сейчас мы про Тору Тибори Нужно бояться То что нам говорит Царя царей Царя царей Нужно бояться Потому что Бог Он Правитель бесконечный Без Нет у него ничего Что могло бы его остановить Поэтому человек должен задуматься А буду ли я идти против Бога? А вдруг это Знаете как люди говорят А я не верю Что Бог это сказал А вдруг да То есть ты не веришь Но вдруг да А вдруг нет В Дарвина ты веришь Что да А в Бога ты не веришь Поэтому лучше Из страха Напоминает нам Автор этой книги Что хотя бы из страха Из инстинкта самосохранения Нельзя идти против Бога Бога нужно бояться Хорошо дорогие друзья Всем удачи и успехов Чтобы было у нас Все нас вело Чтобы страх Перед Богом Вел нас к любви к Богу Чтобы мы из страха Перед Богом Замечали И благодарили за добро Которое Бог делал Через благодарность Мы к Богу Соединяемся Через любовь Через страх Страх нас мотивирует Больше делать Для себя же Заповеди Торы Добрых дел Которые нам принесут Благополучие То есть Бог Он все время Дает добро Вопрос Насколько мы В состоянии его получить И когда человек делает Неправильные действия Он перекрывает Добро Бога Так вот Страх перед Богом Заставляет нас Перестать Делать неправильные действия Переключиться Как говорил царь Давид Отодвинься от зла И делай добро И когда мы Отодвигаемся от зла Начинаем делать добро Всевышний говорит Ну слава Богу Мера за меру На тебе чудеса На тебе выздоровление На тебе деньги На тебе все О чем ты мечтаешь Пожалуйста Бог хочет это давать Каждому из нас Все дорогие друзья Всем удачи Успехов Отодвинемся от зла Будем делать добро И увеличим количество добра В мире Все Всем удачи Успехов С Божьей помощью Встречаемся завтра Полнейшего выздоровления Духовного Душевного И физического Всем кто нуждается В выздоровлении И благополучия Всем кто нуждается В благополучии Субтитры создавал DimaTorzok